Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Всегда помните, что в «АвтоСтронг-М» 200 тысяч отличных качественных БУ-запчастей. Есть очень много двигателей, все навесное оборудование и очень большое количество коробок. Кстати, сегодня мы одну из них разберем. Итак, встречаем пятиступенчатый автомат от GM5L40E. Пятиступенчатая автоматическая коробка переключений передач GM5L40E производилась во французском Страсбурге и предназначалась для автомобилей с задним либо полным приводом. Широкое распространение в Европе она получила благодаря заинтересованности концерна BMW. С 1999 по 2010 год эту коробку устанавливали практически на все модели BMW. А это тройка E46, пятерка E39, X3 E83, а также X5 E53. Также эта трансмиссия появилась на разнообразных Cadillac с V-образными моторами до 4,6 литра. И ставилась на трехлитровый Range Rover. Стоит отметить, что на автомобилях BMW данный автомат устанавливался наряду с автоматами ZF серии 5HP. В большинстве случаев на автомобилях BMW с объемом двигателя до трех литров устанавливалась пятиступенчатая коробка GM, а не ZF. И сегодня мы разберем АКПП GM 5L40E, снятый с автомобиля X5 BMW 2002 года. Трансмиссия 5L40E создана на базе одного планетарного редуктора Ravigno. За включение передач отвечают 9 пакетов сцеплений и 3 обгонные муфты. В гидроблоке предусмотрены 1 линейный соленоид и 4 шифтовых. Также 4 гидроаккумулятора. Гидротрансформатор оснащен муфтой его блокировки, которая задействуется уже на второй передаче. Трансмиссия 5L40E работает на трансмиссионной жидкости типа Dextran 6. Для полной заправки надо 9 литров. Масло сливается при снятии поддона, а вот заливается через контрольное отверстие. Если коробка предназначена для бензинового двигателя, то отверстие находится слева сзади, как в нашем случае. А вот если для дизельного, то слева спереди коробки. Трансмиссия 5L40E отличается исполнением фрикциона в зависимости от того, дизельный двигатель либо бензиновый, полный либо задний привод. Также есть отличия и по фильтру в зависимости от марки автомобиля и глубины поддона. Трансмиссию 5L40E нельзя назвать ненадежной и проблемной. Практически все ее проблемы и поломки происходят из-за загрязнения трансмиссионной жидкости фрикционным осадком в результате износа муфты блокировки гидротрансформатора. Также значительное сокращение ресурса данной коробки происходит у гонщиков, которые к тому же игнорируют своевременное обслуживание. На первых экземплярах данной трансмиссии возникал перегрев трансмиссионной жидкости из-за некачественного термостата, который установлен в отдельном радиаторе. Перегретая трансмиссионная жидкость вызывает проскальзывание муфты блокировки гидротрансформатора, которая начинает пылить в трансмиссионную жидкость фрикционным осадком и даже стружкой. Изношенный гидротрансформатор вращается с вибрациями, что приводит к износу втулки его шейки. А данная проблема сопровождается течью масла. Говорят, что муфта блокировки у него никогда не изнашивается и не износится. Встречаем, Серега! Привет! Мы начинаем нашу разборочку. В поддоне на магнитах колоссальное количество стружки, то есть коробка в усмерть изношена. Стоит отметить, что вот такое исполнение фильтра джемовского с вот таким маслозаборником это специальное исполнение для BMW X5. А сейчас мы начинаем нашу традиционную рубрику «Распетрушим фильтр». Серега! Логично, что фильтр тоже забит стружкой и продуктами износа. Вот гидроблок. Один соленоид линейного давления и четыре шифтовых давления. Когда в результате износа давление трансмиссионной жидкости уменьшается, линейный соленоид максимально открывает управляемый им клапан. Это приводит к увеличению потока загрязненной и перегретой трансмиссионной жидкости. В итоге изнашивается сам клапан, загрязняются каналы гидроблока и это приводит к нехватке давления для сжатия фрикционов. Это последний этап разрушения трансмиссии, который был вызван износом муфты блокировки гидротрансформатора. Также нередко сдается изоляция электропроводки гидроблока, что приводит к потере контакта на соответствующем управляющем соленоиде. Иногда возникают пробои в уплотнении между частями гидравлической плиты. Это приводит к перетеканию трансмиссионной жидкости, а также течи наружу, что в свою очередь приводит к нехватке давления для управления тем или иным комплектом фрикционов. Циркулирующий фрикционный осадок по трансмиссионной жидкости приводит к износу канала редукционного клапана, а также канала линейного. В этом случае придется рассверливать каналы под ремонтные размеры золотников. В гидроаккумуляторах изнашиваются резиновые колпачки, также ломаются пружины. Это приводит к толчкам при переключении передач. И о состоянии гидроблока. В его каналах повсеместно присутствуют и фрикционный осадок и стружка. Скоро мы приступим к разборке маслонасоса. Но стоит обратить внимание на вот этот редукционный клапан, который может заклинить из-за наличия фрикционного осадка и стружки. В нашем случае он подвижен. Трансмиссия 5L40E оборудована нетипичным для данных трансмиссии масляным насосом. На его единственном роторе установлены лопатки шиберы. Данный насос имеет большую производительность, чем классический. И это играет с ним злую шутку. В случае присутствия в трансмиссионной жидкости большого количества фрикционного осадка данный насос работает с большим давлением и скоростью, что приводит к его преждевременному износу. Из-за значительного объема примесей и фрикционного осадка в трансмиссионной жидкости нарушается подвижность шиберов. Происходят кратковременные скачки давления, что приводит к преждевременному износу соленоида, управляющего клапана и фрикционам. Именно перепады и скачки давления приводят к жесткому переключению передач. Также шиберы могут подклинивать и царапать алюминиевый статор, как и в нашем случае. Поэтому коробка 5L40E, которая приехала на ремонт после первых симптомов, может нуждаться не только в ремонте гидротрансформатора, но и в переборке и реставрации маслонасоса. Вторая часть насоса, как и втулка, тоже изношена. Первый вынятый пакет фрикционов реверс задействован на заднем ходу. По состоянию все хорошо. Стоит обратить внимание, что фрикционы односторонние. Это специфика этой коробки. Следующий вынимаемый пакет фрикционов Direct задействован на четвертой и пятой передаче. Изнашивается быстрее всего, как правило, на фоне износа маслонасоса. В нашем случае он запекся и сгорел, а фрикционы все из барабана даже не достаются. Следующий пакет фрикционов Forward используется на всех передачах переднего хода. Состояние уголек. Обгонная муфта Forward блокируется на первой и четвертой передачах. Следующий пакет сцеплений Coast задействован на первой и четвертой передачах. А вот этот не сгорел. Вот это коронка, в которой находится пакет сцеплений Coast. Здесь видно, как при жестких включениях фрикционы деформировали коронку. Это промежуточный вал. На тяжелых внедорожниках и кроссоверах типа X5 иногда его скручивает винтом, то есть деформирует. Следующая часть трансмиссии это два хаба. В маленьком установлена обгонная муфта и она в рабочем состоянии. В этом барабане находятся два пакета. Овердрайв и так называемый промежуточный пакет. Оба пакета задействованы на третьей и пятой передачах. Овердрайв обычно изнашивается быстрее, что мы и видим в нашем случае. Он подгорел. А вот промежуточный пакет у нас в хорошем состоянии. Интересная особенность данной коробки это наличие 8-9 металлорезиновых вот таких поршней. Когда они изнашиваются, то трансмиссионная жидкость просачивается и давление для сжатия фрикционов становится недостаточно. Для установки поршня используются специальные конуса и заморозка. Без этих инструментов поршень не установить без повреждений. Это так называемая центральная опора. Здесь находятся три пакета сцеплений и одна обгонная муфта. Сейчас мы достаем пакет сцеплений Low Reverse. Он задействован на первой передаче и на заднем ходу. Если говорить о состоянии фрикционов, то они потёрты, но ещё живые. Сейчас мы достаем пакет сцепления Second, который задействован на второй и пятой передачах. По состоянию он потёрт и немного подгорел. Итак, очередной пакет Second Coast. Задействован на второй передаче, когда ЭБУ использует торможение двигателем. По состоянию хорош. Вот это двухсторонний хаб и здесь находится третья обгонная муфта. Состояние рабочее. Вот последняя часть трансмиссии – это планетарный редуктор Rovigno. Он необычный. Вместо двух комплектов сателлитов в этом редукторе три комплекта сателлитов. Вот эти дополнительные. Вот именно из-за такой конструкции этот редуктор обеспечивает пять передач переднего хода. Чтобы оценить его состояние, надо вынуть вот этот внешний сателлит и обратить внимание на солнечную шестерню. В нашем случае редуктор полностью в порядке. Ну что, разборка закончена. Серега, резюмируй. Трансмиссия довольно-таки нежная, не любит пробуксовок, грязного масла и, в принципе, не предназначена для таких тяжелых кроссоверов, как Range Rover или X5. Ну что, спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг-М».